здравствуйте мои уважаемые зрители прошлый раз я вам показывал программку собственно кто смотрел кино тут помню до регулирование с помощью джойстика яркости управление сервомоторчиком и на диоде стоит мигалка с определенным периодом который я задаю в программе ну все это как бы интересно но она крайне удобно чем мы имеем практически три различных устройств у каждого свой алгоритм управления и очень неудобно допустим логически ими управлять из лучей аварии или еще чего-то нужно допустим типичный станок заблокировать все механизмы вы в этой программе из ноги тут еще мелькали вот такие задержки то есть это неудобно то есть грубо говоря ну что фреза у нас дошла до края станки и нам надо ее тормознуть резко там сбилась программа ну и как оказалось программирование кнопок здесь есть две кнопки пока они не подключены достаточно нетривиальная задача то есть чтобы совместить логику и грубо говоря аналогу либо какие-то триггерные схемы пришлось потрахаться изначально была мысль сделать матрицу простую то есть объединить как бы объединить кнопки с устройствами и запихать какую-то матрицу либо в структуру и уже у которой структуры имеются управления то есть структуре есть как бы логическая строка и есть строка цифровая определяющие параметры ну и плюс чтобы это все было компактно . то есть в принципе структура может быть там 4 на 4 или там 6 на 6 или 8 на 1 ну то есть зашиваться устройство расширяться список их параметров грубо говоря флагов логических и тем самым как бы автоматизировать систему собственно программирования простых устройств а не писать каждый раз новую программу плюс у самой структуры я слышно что не будет достаточно логичнее достаточно прозрачный метод и ее именно устойчивой работы но и в итоге вот у меня набралось 4 пока что так из того что под рукой логических устройства то есть это вот светодиод логические да нет управления потом временной таймер то есть если просто мы управляли под кнопки включали включали это логическое а вот с временным таймером с миганием это уже временной логический как бы таймер шим и серво можно конечно там другие классы пошукать ну как бы из тех устройств которые ползают в принципе достаточно шим это управление тем же электродвигательной скоростью у нас там еще болтается шаговый двигатель ну с ними как бы попроще они запрограммировали и в итоге мне пришлось как ни странно погружаться в описание создания классов то есть оказалось что методами си простой компактный класс создать не представляется возможно пришлось прибегнуть даже вот видно к указателям для того чтобы увеличить скорость работы программы потому что на ардуино она все ограничено и соблюсти компактно ну и вот что из этого получилось сейчас я покажу потом приложу библиотечки ну собственно библиотечек никаких нет то есть это тело программы она уже задумывается как библиотеку вот эта матрица с которой можно взяв матрицу запрограммировать первое значит у нас вот лента светобиодная мы управляем вот мы включаем кнопкой так же выключаем и выключаем кнопку ну как ни странно программа получилась достаточно тупая и достаточно объемная потом светодиод причем это можно делать независимо включил выключил ну дальше на третье четверто устройство собрать как бы не успел потому что надо попить кофе пообедать но тем не менее здесь вот я опять показываю да что на джойстике оно идет регулирует яркость вот я ее выключаю при этом кнопки работают без временной задержки то есть попытался я уйти сразу немного по точности то есть всяких дел ну какие то пояснения по программе я тут написал в общем то это не догма а руководство к экспериментам ну то есть вот допустим замена дэлея циклом 5 дней на секунду то есть условный цикл как бы расставлены под другие девайсы поставлены функция возможности методы другие какие то в том числе методы сканирования кнопок дописать и плюс под логические флаги то есть это еще пока что в разработке структура вот эта вся ну в общем и целом вот результат вы видите скетч использует 2 килобайта расход памяти вообще смешно 69 байт то есть вот чего добивался именно оптимизировать расход памяти и оптимизировать скорость потому что вся прелесть микропроцессоров этих это их маленький размер то есть оптимизируя их мы в принципе получаем на нижнем уровне интерфейса очень мощный и очень компактный реал-тайм как девайс ну пока что вот у меня машинка не подключена может к вечеру классно пишу все до свидания кому было интересно пишите комментарии чтоб людям не было грустно я вот в хорошем разрешении быстренько покажу программу оставил я макросы которые были в исходнике ну то есть я тут скомпилировал с разных исходниках что-то свое дописал и остались поля которые как бы зарезервированы для дальнейшего развития программы то есть можете их просто удалить итак функция девайс класс тут три функции первая функция установки собственно она инициализируется в ситупе то есть раздаются пены вторая функция это для аналогового устройства то есть шимом третья функция это сканирование ну то есть вызов метода обработки для цифрового то есть логика еще две функции зарезервированы то есть это временной то есть таймер мигалка и это серво в серве конечно если будете делать то библиотечку серво не забудьте подключить плюс у вас добавятся вот эти вот переменные флаги добавятся потом добавится у вас конечно указатели параметрические какие-то вот типа intv величина параметра управления добавится ну то есть там по ходу как бы кто учится программировать либо может труда не составит а кнопка классическая взята можно в принципе метод еще один добавить то есть помехозащищенный то есть один метод взят самый простой временного сканирования инициализируется вот два флага на две кнопки то есть логические флаги состояния кнопок то есть единичка 0 то есть кнопка когда сработало ну как триггерный по сути это триггер переменные инициализируется каждое устройство то есть вот первое девайс 1 девайс 2 класса инициализируются кнопки то есть будете наворачивать то есть преимущество этой программы что можно очень быстро все наверно в нужное количество а сама она достаточно компактна значит все тупи просто расписывается то есть вот это вот как было раньше макроса кривой который там куражиться можно с ним то есть и главное что тут можно сигналом по внешнему прерыванию то есть либо по таймеру просто даже перераспределять то есть грубо говоря получить мультиплексирование да то есть цикл прошли сбросили параметры по таймеру прерывания загрузили допустим через счетчик или как-то еще но в новом цикле опросили другие устройства то есть можно в принципе с достаточно простой функцией наворотить черти чуи сбоку бантик и все будет работать и никаких глюков не будет потому что программа компактная логически стройная в отличие от того что рожают наши говно программисты далекие от реальных устройств ну и все дальше как бы основной лоб пошел то есть это вот опрос джойстика по оси то есть для сервы там то есть можно добавлять опросили джойстик вызвали устройство сделали временную задержку 20 минут это я так 25 миллисекунд опросили опять таки цифровой было нажатие кнопки был параметр сделали задержку все вырвали потом пошел обработок кнопок цикл все опросили кнопки две ну тут я пять поставил микросекунду хлоп ну реально делая нет делаем убираем который все программисты они улепят то есть один хрен дилей прерывания все встало ну и пошло описание методов тут в принципе пояснения есть в крайнем случае залезете почитаете все там несколько методов методов можно добавлять то есть кто кто как бы не сильно в объектно ориентированном программировании глубоко объясняю главное что что вычисление конкретного параметра идет в методе логическое разрешение на его действие то есть конечные конечные у вас условия метод снизу наибольшая видимость то есть чем глубже у вас функция тем и большим количеством переменных можете пользоваться открытых разумеется для вашего метода то есть ну тут конечно он немножко кривоват он тупо что написать его в строку допустим в основном теле что так это будет одно и то же ну как бы ну тут уже немножко кривая логика самого языка компилятора но тем не менее это дает реальное ускорение потому что мы обращаемся через указатели плюс опять таки реал тайм то есть мы не вешаем другие процессы поэтому ну кто хочет можете скорость померить как бы мне это как бы мало интересно но я так померил под то что надо работает шикарно у меня просто определенные задачи есть кто хочет законченных библиотек более универсальных ну только за деньги ребят извините потерянное время чего-то стоит и плюс ну скажем прямо продукция у тракта кунаширского а уж у меня у Юрьевича всегда на уровне что бы я не делал делал бы я усилителя делал бы я вот эти вот квадрокоптеры там станки поэтому слишком много денег я хорошим людям должен все до свидания читайте пояснения смотрите схему не даю потому что в принципе все и так понятно из описания из описания из описания мы не можем все что мы